Ну вот, похоже на сервис своих авто, казахстанским водителям придется раскошелиться. Одна из главных автодорог Караганда-Балхаш до сих пор на ремонте. Причем работы там приостановлены, а возобновлять их подрядчик пока не намерен. Нет денег. Дело в том, что пять лет назад предполагалось, что проект обойдется в 248 миллиардов тенге, но стоимость материала выросла на 30%. Пока местные власти ищут решение этого вопроса, водители вынуждены ездить по бездорожью. Откроют ли скоростную трассу в срок, выясняла Юлана Чаус. Реконструкцию автодороги Караганда-Балхаш начали в 2019 году. Она должна стать четырехполосной. Но пока за три года по съездам и объездам эти 363 километра омыты слезами водителей. Дороги, машину ломаем, постоянно ремонт, ходовка. Что зарабатываем? Все на машину. Разница два с половиной часа, сейчас четыре с половиной часа. Два часа разница. Машину бьешь, всю ходовку бьешь, все это бьется. И расход топлива большой, конечно, из-за этого. Резина вон, только сделаешь, вот тем рейсом баллон делал. Сейчас не знаю, но камни бывают, скальник. Протыкаешь баллон. А на самых высоких уровнях три года обещаний сдать дорогу досрочно. Сегодня до официальной даты окончания строительства остался всего год. На сегодняшний день работы завершены на 45%. То есть работы выполнены на 104 миллиарда тенге. Техника на дорогу сейчас выходит лишь для того, чтобы подравнивать ямы на объездах. Строительство не возобновлено. Версий «почему» две. Первая, странная, не позволяет погодные условия. Хотя в предыдущие годы строили даже зимой. И версия вторая, более правдоподобная, но неохотно афишируемая. Работа стоит только из-за того, что генподрядчик ждет удорожания. То есть не укладывается стоимость цены с метой и фактические цены на рынке сегодня. Проект дороги разрабатывали в 2016-2017 годах. Под тем ценам строительство должно было обойтись в 248 миллиардов тенге, на что Казахстаном был взят международный кредит. Каждый километр тогда оценивали почти в 700 миллионов тенге. Но из-за подорожания материалов в прошлом году стоимость выросла примерно на 30%. Нужна корректировка проекта и выделение дополнительных средств. Сейчас проводятся предварительные мероприятия для вынесения на рассмотрение соответствующему госоргану. Как эти мероприятия завершатся, будет рассмотрен вопрос, окончательно будет рассмотрен вопрос по корректировке, то есть связан с удорожанием основных строительных, дорожных материалов. При этом в случае невыполнения работ в срок, генподрядчикам, а это иностранные компании, грозят большими штрафами. Илана Чаус, Ирана Камбаев, Карагандинская область. Итоги дня.